они купили большую жилплощадь вот вот в этом доме там потом уже мэш там эти журналисты все это самое но не суть важно дело в том что не суть важно но дело в том что они все время говорили что это израиль израиль их страна они там будут жить и галкин все время захлебывался что вот мы там это самое но зачем она приехала ведь она не приехала для того чтобы остаться понятно что она сейчас вот семерканов умер в петербурге говорят про это что она якобы приехала на похороны вот и конечно всех так радует что она радует эту оппозицию либерастов этих что все так возбудились и ждут слова аллы что мы в россияне ждут а я не знаешь это как-то высказывают как будто это что-то плохое ну а что тут плохого нуждут люди до хотят узнать что там думает это же прикол мы же хотим узнать а что ты думаешь что твои источники может быть говорят какие-то но на самом деле как мне кажется что все таки когда умер валентин юдашкин это во первых нужно наверное пугачевой все-таки отдать должное опять-таки мы с тобой честные журналисты мы держим нейтралитет никого не нужна дать должное али пугачевой это то что если у нее есть верные друзья она с ними идет по жизни очень долго я забыл как зовут ее подругу блондинка и всю жизнь вот как идет абсолютно простая женщина да абсолютно простая женщина я даже сейчас быстренько быстренько найду потому что это вот она с ней везде ходит и нужно отдать должное что для пугач Алина Рёдаль нужно отдать должное Алла Борисовна там не приезжает например на похороны потому что это Валентин Юдашкин потому что это Вячеслав Зайцев видишь она же к Зайцеву не приехала хотя он тоже был ее большим другом она приехала к Юдашкину потому что Юдашкин был постоянно за всекратой в ее доме царство небесное вот и здесь история в том что конечно возможно что она приехала на похороны неважно знаем мы человека не знаем широко он известен не широко для нее сейчас в ее случае легче чтобы он был не широко известен никому но пугачева должна себя проклянуть это вот я так тебе говорю объясню почему родные родные Юдашкина например не хотели никакой шумихи сделать из похорон своей своего своего близкого человека сейчас я думаю родственники тоже покойного не хотели никакой шумихи чтобы это а ты же прекрасно понимаешь что сейчас из-за того что журналисты предполагают тем более она была замечена в Твери да а Тверь это направление к Санкт-Петербургу где собственно и умер да 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 вот сейчас все журналисты из Москвы Live News видимо из Санкт-Петербурга все тверские СМИ да все поедут на похороны этого человека который не был широко известен российской публике и опять-таки она подставляет родню что родне придется прятаться скрываться чтобы ни с кем не общаться да родне придется опять вот покойного не думать о том что им нужно похоронить близкого человека свалить от этого прицела и она своими вот этим она вообще видишь человек негатив последнее время она никому не доставляет позитива даже покойникам Пугачева может достать даже покойника из гроба чтобы он перевернулся 30 раз и поднять его чтобы он воскрес опять туда опять поднять ну сколько можно да хватит тебе приезжать попроси чтобы тебе с собой вышли на видео 21 век да похороны видео связь ничего страшного просто объяснить и ровно почему ты думаешь вот почему ты думаешь что она так вот этим пользуется тогда почему вот она едет тогда зная может быть или родственники ее зовут или что я не понимаю так да в том-то и дело что ее по-любому никто не зовет потому что во первых все знают о том как она себя чувствует да даже когда я у одного человека который пранковал который скоро выйдет кстати а не буду говорить кто спросил про здоровье Пугачевой этот человек положил трубку а потому что нечего сказать про состояние здоровья потому что все прекрасно понимают что Алла Борисовна вот-вот умрет ужасное состояние во первых я вижу как ее люди окликают Алла Борисовна Алла Борисовна она сгорбилась и опускает глаза вниз и она видно что жизни нет энергии у человека нет в глазах нет никакой я ничего не хочу говорить но что там в ближайшее время мне кажется что-то будет но я уверен что прости я не помню Юрий да вот умер сейчас ее друг Юрий тамерканов да 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 он умер да но я уверен что не звонили его родственники и не просили ее приехать Алла приедь ну все понимают далеко да она в Израиле не нужно трогать человека у них там вообще свои события да происходит опять-таки она по-любому приехала сама и у нее для всех журналистов официально официально у меня я думаю что одного из немногих есть информация что главный директор это Александр вот видела она где ее заметили на границе там с ней мужик такой да вот по ходу это тот самый Александр ее директор с которым связь связь вот а для всех официально же Чупракова Елена Чупракова которая к ней заходила там в грязи показывали она там дверь открывала да да и я думаю то что на самом деле это какие-то вот вот этот Александр он довольно непростой мужичок я-то по нему вижу по взгляду что он такой знаешь под прицелом скажем так мышь такая и я вижу что он же везде с ней ходит и из границы и за границу и там и сям ее нужно поддерживать она она еле ходит за руки Кугачеву и мне кажется что вот эти вот ее помощники они как раз таки ей говорят что ей нужно сделать ты видишь она вызывает в России все больше и больше негатива и это раз во-вторых когда писали новость что ее заметили на границе все сказали о том что люди проходили мимо нее то есть это уже говорит что люди не уважают все проходили мимо нее соответственно она просто напоминает о том что не забывайте я россиянка я русская и я буду сюда приезжать и вы не должны меня забывать я Пугачева что ей делать все никому не нужная бабка пенсионерка из Израиля ну кому ты нужна ты никому абсолютно не нужна ты уже по идее ты вообще думай о детях у тебя маленькие дети растут ты то пост напишешь сидишь мне кажется знаешь как у Пугачева выглядит эта вся история вот она сидит а она пишет мало потому что не умеет пользоваться да смартфоном да и она вот Галкин за нее не будет вести соцсети он постоянно где-то в Европе с кем-то да там по городам значит по весам ездит свободный да и вот она значит пишет живем дальше и мне кажется она прям вот так вот телефон выкидывает и вот так сидит и ждет в комментарии понимаешь сидит ждет там ей Вайкуле позвонит Алла ты такой пост написала Алла камни будут с неба лететь Алла будет петь и все вот Алла ты умничка видишь как за тебя там это на самом деле я думаю что ей кто-то чистит комменты потому что слишком много хороших комментов и меньше негативных хотя это очень странно ты выйди сейчас на центральной улице Москвы и спроси как люди относятся к Пугачевой ты услышишь однозначный ответ поэтому мне кажется что она приехала как напоминание о себе о том что не забывайте что я еще могу въехать в эту страну мне за это ничего не будет и в очередной я поржу в очередной раз я поржу над вами рабами как она называет нас что я приеду уеду а вы все тут останетесь они же как говорят что мы чмошники какие-то тут а вы останетесь тут киснуть понимаешь именно вот она же приехала и опять общественность зачем приехала Пугачева выслеживает Тверь Питер то сё и никто не дает никаких комментариев и она может спокойно двигаться и никто изобретить этого не может но с другой стороны зачем ты приезжаешь тебе же могут серную кислоту люди обычно я не агрессивный человек я например вот такого делать не буду всякие сумасшедшие а есть агрессивные агрессивные извините да вот скажи пожалуйста вот ты считаешь вот ее счастливой женщины вот ее брак с Филиппом Киркоровым вот он вот брак с Филиппом Киркоровым брак с Галкиным вот ты говорил вот про эту домработницу Люся да которая ушла потом вот 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 вообще вот интересно вот она же такая женщина она очень в принципе быстро постарела Пугачева она располнила она перестала себе за собой следить она абсолютно антисекс такая знаешь бандерша советская буфетчица стиль такой аля да у нее был но песни конечно проникновенные ей писали лучшие там мастера и она была настолько раскручена то есть уже в мозг зашла к людям да и уже как такая мадонна вот это которая да американская мадонна как у них мадонна у нас пугачёва да 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 и тут своя гея икона да вот и я вот просто думаю интересно вот у нее Филипп Киркоров да вот у нее там были отношения тоже весьма странные и они такие молодые и вот этот вот Галкин тоже молодой вот мне интересно вот они оба геи да давай вот честно будем говорить да ну геи которые через бабулечку они как бы наверх подвигаются они не считают плохим то есть вот в принципе ее мораль вот мы можем говорить конечно что она это делает для того чтобы защитить геев а чуть защищать вот лазарев двое детей суррогатных у него никаких проблем нет у него все на первом prime сидит на этом столько вместе встанем там да эта программа ну-ка все вместе прекрасно кстати и никто ничего за это и живет все прекрасно знают что с малиновским или с кем он там это даже не важно людям понимаешь люди уже адаптировались нормально я просто скажу что Малиновский каким-то чудесным образом сразу стал лучшим другом всех звезд он какие-то свои товарчики им дарит его рекламируют кому ты нужен был миленький мой без лазарева да да так он и сидит на этом ну-ка все вместе тоже комментирует каким-то образом там супер загорелым лицом красный вечно да сидит и там блестящими с белыми зубами но я про Киркорова хочу сказать вот Киркоров я уважаю Аллу я ей там объявлен туда-сюда по груб жизни но Филип понятно он такой знаешь мне кажется лошарик немножко да такой вот вроде как он со всеми дружит такой бывает и кого-то там подстебнет подъебнет но он такой знаешь мне кажется что он не слой вот в этом плане ему нужно еще отдать должное что все-таки Киркоров остается патриотом России да он выбрал свой путь он за Россию он сделал выбор и все вот а Галкину он это самое разошлись пусть и дорожки понятно но я вот про это вот нафига вот ей это нужно слушай вот знаменитая женщина найди себе мужика живи в кайф нафига ей вот это нужно вот что говорят в кулуарах как вообще вот к этому относятся в кулуарах ничего не говорят у меня как всегда есть мнение прекрасного прекрасного Суренчика пранкера Саряна которого ненавидят просто все артисты которые выступают у нас сейчас на сцене я у Аны Асти в черном списке кстати потом тебе расскажу отдельно почему да короче здесь история такая ну вот смотри давай разберем я думаю твои подписчики меня уже полюбили вот я да вот я я не идеальный я не худой не стройный и даже не с пивным пузиком а у меня нормальный живот я не могу сейчас выбрать себе модель потому что я жирный потому что я жирный нет а цикала а цикала так вот у него и была лолита которую употребляла сколько она говорила она употребляла а потом а у цикала Дианочка суп с котом потому что у цикала бабки есть он работает у цикала бабок много Диана ты не путай а тут история в том что Пугачева богатая богатая и Галкин богатый а ты вспомни Филе кем был когда Пугачевой сошелся он был молодым мальчиком который был сыном Бедроса он не был Киркоровым Филиппом сейчас Киркорова Филиппа представляют сейчас представляют Бедрос Киркоров отец Филиппа Киркорова а раньше было Филипп Киркоров сын Бедроса Киркорова да когда Бедрос пел Гварда Келуна вот это вот все эти прекрасные песни, был известным на весь Советский Союз, а Филя был просто сыночком, который пел «Зайка моя, я твой зайчик», и на этом все. И Пугачева, женщина не идеальная, я увидел, я сравнил, как она выглядела вот в те годы, это ужас и кошмар. Ужас, ужас, да. Поняла, да, матное слово тут я произнес, тихо. И это просто кошмар какой-то, как она, она же похожа на эту, на женщину, которую вот так перевернули, ногами вот так подвесили, вот так вот у нее волосы захотели сбить, так же их залакировали, чтобы они обратно не встали, и просто накачали ее вот так вот насосом, чтобы она, да, вот как бы, и она же ходила в этих балахонах. Ну как ты думаешь, можно ли двухметрового красавца болгарина, с армянской кровью завладеть? Да, конечно, нет. Она просто, я, как это было, я так думаю, есть молодой парень, перспективный, никто ничего не говорит, она думает, ну красавчик для меня, ну ёптвою, ну период, вообще шикарный. Давай-ка я положу на него глаз. Она, Алла Пугачева, уже на тот момент кинула, по-моему, кормухину или кого там она, кто там на месте должен был оказаться. Да, уже много кого кинула, уже такая Алла с претензией, назовем это так. И Филя думает, а что, я дурак, что ли, такая женщина весомая, да я сейчас это, я думаю, Бедерс ему тоже посоветовал, ну Филь, перетерпи, терпится, надо. И мне, папочке твоему, и тебе, Филечка, тоже. Капец, да. Окей, получается, что она, вот как было, я думаю, она ему сказала, что я тебе помогу, чтобы ты стал известным певцом. Ну я Алла Пугачева, миленький. Либо ты со мной, я даже вижу, как она это говорит, с сигаретой. Либо ты со мной, либо ты идешь лесом, и ты в черном списке всю жизнь в шоу-бизнесе в России. Именно так. Этот, естественно, ты видела, какой он бояк, молодой? Он, да, да. У него, да, да, да. У Филя, когда он был молодой. Филенок такой, да, да. Он, соответственно, как бы Алла, ты моя любовь. А потом он просто к ней пригрел, как к матери. Она же старше него. Он ее полюбил, как родного человека. Не как жену, не как там любовницу, женщину. Как родного человека, сестренку, мать, бабушку. Как угодно. Полюбил вот так. И поэтому для него расставание было тяжелым, потому что, видимо, она узнала какое-то его изменение. Ну я так думаю. Она крайне негативно реагирует на Филю, когда он где-то появляется. Ну они как бы играют в хороших друзей таких, но подъебывающих друг друга. Подъебывают, да, да, да. Да, но мы хорошие друзья. Тем не менее, Филипп вхож в мой дом. Он общается с моим новым мужем, и вот как у нас все норм. Но видно же, что она на него обижена. Это абсолютно видно. Именно она, не он. А он глазами, даже на той же программе, там, не знаю, сегодня вечером, которую вел Галкин на Первом канале, когда пришел Филипп к Алле на вечер, и ведущим был Галкин, видно, какими он с тенячьими глазами смотрит на Аллу, прося на каком-то таком уровне у нее прощения за что-то. Это же очевидно. И я думаю, просто Пугачева как раз-таки наконец-то раскрыла кое-какой клубок. Да. И как бы была в шоу. Да, ну то есть ты думаешь, Туренчик, что она его просто реально спалила. То есть она даже не думала, что, не знала, что он гей, что ли, я не понимаю, или как. Я не буду про это говорить. Она просто узнала много нового. Да. Она узнала много нового. С Галкиным она уже ничего не узнавала. То есть с Галкиным она уже привыкла после Фили уже вроде как. Но ведь Галкиным, ты понимаешь, я с позиции женщины. Вот хотела ли бы я, как женщина, если бы у меня там было вот все, Слава там, я там ногой двери открываю, передо мной там Путин мне медаль вешает, там Ельцин, Брежневская эпоха, я все. Я такая крутая. На хера мне эти вот физики, извини, да, эти геи. Я нормально отношусь... На тебя сейчас европейцы заявление напишут, Диана. Не, 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 нормально все. Я, почему я вот должна, как бы, как женщина себя ущемлять, понимаешь? А почему ты будешь себя ущемлять? Почему ты будешь себя ущемлять? Зачем она это делает? Смотри, как ты можешь делать, Дианочка, моя любименькая. Как ты можешь делать? Ты можешь для своего статуса держать при себе пса, покорного и верного. Да, это уже изменения вот в масштабе. Но, тем не менее, ты в шоу-бизнесе, ты этого насмотрелась, и у тебя уже сознание абсолютно меняется. Ты можешь завести себе пса на ошейнике, которому ты говоришь, ты делаешь это, это, это. Я, Диана, принцесса, да, прекрасная Диана. И ты будешь слушать именно, как я скажу, ну, иначе ты просто слабое звено прощайте. Вот такой случай. А нафига, вот представляешь, вот нафига это нужно? Красивая картинка. Для картинки, да. А душа, вот знаешь, с кем-то... А душа это к другим людям. Душа это к другим людям. Ты вспомни Светочку Лободу, которая разогревалась, подогревалась этим Тилем. Сколько она, я его люблю, да он это. А он просто в этот момент сказал, да она мне никто. Она как-то девка конченая, которая пристала ко мне, отвалиться от меня не могла. Все. То есть, у Пугачевой молодец она, птичка наша. У нее все подговорено со всеми. То есть, что, Галкину плохо, что ли? Только с ней он начал получать огромные гонорары. Да, абсолютно. За свои выступления. У них красивые дети, да? То есть, у него хорошая генетика. Ну, мне кажется, у Аллы не очень генетика, но что-то получилось. Ну, да. Но Галки, на самом деле, отдадим ему должное, он симпатичный парень, такой, как бы, следит за собой, да? Ну, хорошо выглядит. Вот. А ты видела программу, где... Ты видела программу «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой, где Челобанов сказал о том, что его сперматозоиды использовала Пугачева при рождении? Да, я видела. Ну, вот, знаешь, если сравнить Челобанова и Кузьмина, ты меня извини, с Галкиным, это небо и земля. Да, Галкин, я его видела в Юрмале у нас здесь, да? Он низкорослого... Ну, ты же видел его? Ну, да, он небольшого роста, да. Он очень такой, как шкаф, у него такая фигура, знаешь, как тебе сказать. Она необычная такая, у него очень короткое туловище, и такие ноги какие-то такие туда провалились, куда-то туда назад они проваливаются, понимаешь? Кстати, у него похожа фигура чем-то с Константином Богомоловым, но у Богомолов он высокий, да? А Галкин он такой... И Богомолов похудеет все-таки, постройнее. Да, и он похудеет. Но вот таз, то, что таз такой, знаешь, широкий. Вот есть мужчина с маленькими попками, а есть такие с такими широкими. Но при этом с худым верхом и вот такими плечами, понимаешь? Вот про что я говорю. Дело вкуса, дело вкуса. Но если сравнивать с Челобановым, секс, понимаешь, там просто вообще. То есть, ну, мужик красивый, и он, знаешь, не то, что вот он похож на Меркубанова, на актера вот этого, да? Так Челобанов алкаш. Он алкаш, он наркоман. Также Кузьмин тоже. Ну, слушай, ну, вот это минус, но как мужики, они красивые. Она любила красивых мужиков, да? Но получается, или они ее не любили, или что-то, мы думаем, у нее случилось, что она стала вот, ну, Киркоров, да, красавец. Ну, красавец, ну, слушай, ну, для меня, как для женщины, ну, ты меня извини, может быть, какие-то женщины там с ума сходят, там была у него одна с животом ходила, тоже чокнулась. У меня мама сходит с ума от Киркорова. Ну, вот возрастные женщины, хотя я тоже уже возрастная, да, тоже. Но я отстала, знаешь, возрастная отсталая. Ты прекрасно выглядишь, Диана. Да, где, нет, я про мозги говорю, что я немножко такая, знаешь, не на свой возраст, да? Но я к тому говорю, что вот Галкин, ну, это же вообще, ну, он же, ну, смотришь на него и думаешь, ну, блин, ну, как? Вот Алла с Галкиным, вот как? Ну, как вот это вот? Хотя мне девчонки там пишут и говорят, Диана, мы их видели, они там и внимаются, шутят, все было, все у них там есть, да? И я еще тогда вот спорила, говорила, что нет, он вот гей, но он из таких геев, которых любит вот женщин постарше, ублажать, потому что они за это нечто получают. Так это получается игра госпожа, что ли, получается? Да, 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 что такое, вот что она такая, знаешь, и она ему там, а он ей там, он ей делает то, что она хочет, и она ему делает карьеру, и все такое. Понимаешь, вот ты в это не веришь, вот сидишь, качаешь головой. Я это просто даже не хочу представлять, потому что меня сейчас блюет от этой картины, Диана. Хорошо, не будем представлять. Это как Марк. Я просто представляю, как Пугачева сдает задание, что ей делать, как ее углажать интимно. Перевернутая сверх головой, понимаешь? Чудесная картина. Вот такая перевернутая, вот так перевернутая и насосом накаченная, насосом, насосом, насосом. Так тебе представь, она перевернутая, головы не видно ничего, видно только что вот здесь. А тут вроде ножки ничего там трали-вали, понимаешь? И тут Галкиной уже вроде жизнь пошла, понимаешь? Это ты уже к БДСМ клонишь, Диана, у тебя сегодня какое-то очень сексуальное настроение. Да, у меня всегда такое. Сегодня даже не алкопятница у тебя, понимаешь? Не алкопятница, да, не алкопятница. И что, мы какой итог подводим по поводу ее мужей, Диана? Мы подводим тот итог, что Челобанов алкоголик, Евгений, царство небесное, умер недавно, кстати, продюсер ее муж. Кстати, статный мужик такой, статный, помню я его, в пиджаке всегда такой, это... Стефанович, Стефанович, мне кажется, очень достойный, кстати, мужик. Он очень умный, он очень умный, я его книги читала, он очень крутой, очень крутой, да. Да, достойный мужик. Но ты видишь, она, вот ты смотри, Кузьмин, Челобанов, это все было в 30-м царстве, в 30-м государстве. Она тогда любила простых мужиков, видишь, приземленных простых мужиков. Этот вообще из Балакова, или откуда этот Челобанов? Откуда ты, Саратовская область? Балакова, по-моему, вот зачем я знаю его город, я не знаю, Диан, правда, извини меня. Да. То есть, она была с мужиками, которые ее, и все отлично, а потом ты видишь, как у нее меняется вкус. А потом пошло. Проследи ее пять мужей. Нормальный Стефанович, мужик-мужик. Мужик, да. Ульдмит, мужик. Болдин, мужик. Ульдмит, мужская энергетика. Челобанов. Болдин у нее был. Болдин. Помнишь, Евгений Болдин, красавец? Потом был у нее этот, Орбакас, вот тоже нормальный мужик. Николас Орбакас, хороший, спокойный, приземленный, домашний, семейный человек. Мы с ним сто раз виделись. Я его приглашал экспертом, даже Миколаса на НТВ. И вот потом, ты видишь, как поменялось? Киркоров-Галкин. То есть, произошло что-то в тот момент, вот здесь нам нужно отследить цепочку, что случилось с Пугачевой, когда появился Киркоров. Что в ее жизни произошло? У нее умерла кошка, собака. Какой знак появился, что Айле нужно выбрать Киркорова? Кстати, я сейчас посмотрю, пока ты что-нибудь скажи. Что случилось? Ты знаешь, я думаю, что она в один момент, вот у меня сейчас, знаешь, тут телевизор стоит, у меня Панасенков тут выскочил. У меня безумно стоит телевизор. Вот я тебе хочу, вот почему я, вот мне всегда, когда я смотрю на Панасенкова, я сразу вижу Киркорова, понимаешь, вот эта манерность, вот это такой высокий рост, вот это все такое, да, глаза, да, куча, да, вот есть что-то такое, да, и такая вот, знаешь, вот томность, и такая медлительность какая-то, и вот как, ну, такое королевское такое, типа паш такой, да, вот, я думаю, что она может быть, знаешь, как бывает у женщин, вторая молодость, он там на нее смотрел, глазками мигал, как ты говоришь, Бедро сказал, помигай, и Филя, тут я верю в то, что Филипп Киркоров тогда еще, все-таки тогда было другое время, это были 92-тысячные, тогда еще так свою ориентацию не было модно выпячивать, понимаешь, даже можно сказать, Собчак все-таки на венчании у них был, вспомни, да, это же вот то время было, и договаривались, и все, и он там, в мэрии у Собчака, там он их приветствовал, да, все, это было другое время, я думаю, что это был любовный роман, вот у них, я даже думаю, что с Галкиным поначалу, мне кажется, что у нее какой-то вздык в голове произошел, что вот она на молодых, у нее так пошло, бывает же такое, да, но к сожалению, но к сожалению, тут ее судьба увела, как вот ее увела, вот эта неправильная судьба, то же самое в Израиль, с Галкиным, схватиться ему на хвост, сеть детей, почему-то с места сдвинуть и тащиться в этот Израиль, понимаешь, или куда-то мы повесим европейским, это было неправильно, у нее и тогда была неправильная подвижка, может быть, она переоценила себя и потом узнала вот про Киркорова, почему это обида, узнала, что он спит с другими, а не с ней, понимаешь, вот, а Галкиным аккуратно все делает, вот смотри, он на гастроли ездит, туда-сюда, фиг знает, вот чужая жизнь потемка, копаться как-то вот не хочется, но просто вот я как женщина, я ее, да, хочется, как женщина, я не могу понять, вот какой смысл, если у тебя нет отношений с мужиком, на какой черт делать ему карьеру и что вообще, зачем это нужно, как ты говоришь, водить на поводке, ну а что от этого поводка, если вокруг все знают и там мигают, там говорят, ой, да, это же он там типа это самое, понимаешь, так что это такое дело, не знаю, мне так кажется, что нету, слушай, ну вот история в том, что Киркоров, Бедрос, познакомил Филиппа Салой, когда он был совсем мальчиком, еще несовершеннолетним, да, молодой совсем, да, и он не пропускал ни одно выступление, Пугачева, вот я сейчас читаю, ни одно выступление, он ее не пропускал, и он увидел, как она поет песню Орлегина, и сразу влюбился, влюбился, я помню, А тут у меня вопросик уже, а может быть это проделки Бедроса, а вот я, парень, маленький, маленький мальчик, что я могу думать, ну, тетенька хорошо поет, зачем, я такой, смотрю, Диана поет, мне 16-15 лет, там, не знаю, и я такой говорю, папа, теперь я буду ходить на каждое выступление Дианы, А папа мне скажет, что, больной что ли, псих, иди давай, ты придурыш, мелкий, домой быстро, давай быстро, сейчас мяч у тебя, а тут наоборот, а тут смотри прям, и так и сяк, и так и сяк, и все дела, и вот в 94-м году, получается, она выходит замуж за Филиппа, 94-й год, это я родился, я родился в 94-м году, соответственно, мы делаем вывод, какой с тобой, Киркоров, родился в 67-м году, если в 67-й год, это он женился, в 27 лет, походу, на ней, 27 лет, 27 лет он на ней женился, это ты представляешь, сколько она за нас-то его водила, с несовершеннолетнего возраста, ты прикинь, вот, и был женат он только вот на ней единственный раз, на Пугачевой, больше он не женился ни на ком, а по поводу, ты мне говорила по поводу, уборщицы. Вот, Люси этой, да, по поводу Люси, да, по поводу Люси. Она же там что-то увидела, она не стала рассказывать, помнишь, была интрига какая-то, это у тебя было там, у Малахова, да, ну, на самом деле, Люся такой человек, она очень хорошая женщина, от нее каждый журналист пытается добиться какой-то эксклюзивной информации, я помню, когда мы звали Дороднову, опять-таки, на НТВ к Лене Закашанскому, она, что она делает, она в эфире никогда ничего не рассказывает, ни про Пугачева, ни про Киркорова, но журналистам, в кулуарных этих, она рассказывает абсолютно все. Она рассказала о том, что, когда ты входишь в комнату Киркорова, у него стоит пароль, у него пароль, чтобы открылась дверь, это, кстати, эксклюзив в твоей программе, где это помню. Офигеть, да. То есть, ты к нему не зайдешь, и Люся говорит, я единственная, которая была, жила в его квартире и не знала пароля от этой комнаты, не знала. Секретная комната. Секретная комната Филиппа Киркорова, понимаешь? Потом, она сколько? Она 30 лет работала у Аллы Борисовны, 30 лет. Было все прекрасно, да, она же, Пугачева жила с Киркоровым, Люся, Люся такой, Люся, Пугачева же всегда говорила о том, что она не бросит Люсю, и Люся всегда останется членом семьи. Не знаю, бросила, что-то бросила, да, Алла Борисовна, вот как русский народ, так и Люсю как бы бросила. Вот, смотри, А потом Люсю быстренько забрал Киркоров к себе, ну, он не мог оставить, да, пожилую женщину, молодец, правда, молодец. Он ее берет к себе не в дом частный, он ее берет к себе в квартиру на земляной вал в Москве. Она работает у него очень долгое время, и потом, понимаешь, он прощается с Люсей. Я думаю, что все дело в том, что, возможно, до Филиппа дошли слухи от журналистов, от знакомых, что Люся очень много говорит пишет информации. И ты понимаешь, Люсю не остановить, она бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, то есть, такого человека у таких известных людей точно быть не должно. Тем более, что, ну, уборщица, она знает все про тебя. Она живет в его квартире, и Кирпоров говорил, что я никогда не попрощаюсь с ней. Но смотри, какая вещь. Ей сейчас, наверное, 75 лет где-то Люсей, я думаю, и они оставили оба ее без работы. 30 лет у этой проработала, 15 лет у этого проработала, и по итогу, куда ей идти-то? Сейчас, куда ей идти? Убирать по часовой оплату уборка квартир за полторы тысячи рублей? То есть, вот это... Но она уже в возрасте, здоровья нет у нее. Подожди, они разве не платят ей какие-то, Кирпоров не платит ей ничего? То есть, она не говорила об этом, что он помогает ей? Что-то было? Я у Люти спрашивал, помогает ли ей Кирпоров. На что Люти сказала, что я не нуждаюсь в деньгах, но да, иногда там помогает. Но ты думаешь, что женщина в возрасте, которая благодарна и тому, и другому за то, что ее столько держали на работе, скажет тебе правду, что мне никто ничего не дает? Ну да, да. Ну не скажет, конечно. Просто другое дело, что я, например, понимаю Кирпорова, потому что там, например, есть какие-то тайны Кирпорова, у нас сейчас тайна Пугачевой, только тайна Кирпорова. Да. Пугачевой, чтобы в основном все открывать. У нее Галкин, дети, она, все. Ну, можно же было каким-то образом, там, я не знаю, поддерживать, да, я никого не знаю. Единственное, с кем она дружит, это Редель, потому что Редель, видимо, хорошо подлизывает, назовем это так, потому что иначе я не могу объяснить их дружбу навеки. Вот. И, соответственно, Люся сейчас хотя бы, видимо, зарабатывает тем, что она вот ходит на программу и что-то рассказывает про эту черту звездную, чудесную и на агентов и провокаторов Пугалкинах. Не, но Редель это вообще, вот дружба Пугачевой с Редель, там вообще такие странные какая-то у них дружба, сколько лет они там дружат, такие необычные дружбы, но я не думаю, что там что-то плохое, конечно, есть. Надо меня вот тоже поспрашивать у своих источников тоже, но я знаю, что вот многие люди, многие друзья отходят Аллу Борисовну стороной, стараются с ней не сталкиваться. Вот тут вот это точно я тебе могу сказать, это вот если про дружбу. А с Люсей, ну с Люсей, ну дай бог, чтобы Киркоров немножко ей подкидывал, сколько ей там надо денег, может, не знаю, есть у нее пенсия, нету, но я думаю, что Киркоров не оставит, он не из таких людей же, нет? Как ты думаешь? Люсю? Ну вряд ли, да, ну почему он ее бросит с голоду, она будет помирать, он ей не поможет сразу, я думаю, поможет. Нет, нет, смотри, ходила же инфа, то, что Киркоров попрощался с покойным директором Геной Рыбаком. Вот, Ген Рыбак очень хороший человек, я с ним знаком лично, Ген уважал меня, я очень уважал Гену, его жену Таню, дай бог ей пережить это все горе, вот, и последнее время же Киркоров расстался с Геной, это говорили в шоу-бизнесе, что что-то там серьезное было, что-то очень серьезное, вот, соответственно, мы же не знаем, может быть, Ютя сделала что-то серьезное, понимаешь? Но, тем не менее, он с ним все равно, видишь, он его проводил и помог там, а что тебе делить с покойником, Диана? Ну, а что делить? Ну, да, 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 что ты будешь делить с покойником, а так он выглядит достойно при людях, что вот, да, были проблемы, но покойся с миром, хорошо, что мы попросили там, что друг у друга прощение, что-то такое там, по-моему, было, вот, и я этот, я читаю твой комментарий, что, может быть, Галкин был господином, не думаю я. Ой, нет, я тоже не думаю, что Галкин, Галкин-то навряд ли. Диана, пожалуйста, прощай его гостя, пусть он снова скажет. Ну, я думаю, что не нужно, я просто скажу о том, что я 10 лет проработал на федеральных каналах, это НТВ, Россия 1, первый канал, и все, на всех в ток-шоу, и у Малахова, и у Борисова, и у Закашанского, и у Лерки Кудрявцев, секретный миллион, короче, где я только не работал. Последнее мое рабочее место на телеке, это Андрей Малахов, прямой эфир, я у него проработал 5 лет шеф-редактором. Вот, вот, Сурен, это просто кладезь информации. А сейчас мы пранкуем уехавших, это самая моя любимая работа, Диана, ты просто себе не представляешь, сколько я получаю от финалин. Ну, ты с таким умным лицом, ты с таким умным лицом там серьезным сидишь, знаешь, такой, знаешь, прямо сам строгач. Ты в следующий понедельник увидишь такую бомбу, но я не скажу, какую, а она будет прям бомба. Это через неделю, хорошо, я буду контролировать, но мы с тобой спишемся, ты мне дашь эксклюзивчик заранее, чтобы оповестить и подписчиков, и всех. Хорошо, Суренчик, на сегодня все, я думаю, что я оставлю в записи, тебе перешлю, ну, как вот обычно, да, и укажи на меня ссылочку для своих подписчиков. Да, я сейчас ссылочку укажу, все оставлю, ты мне сейчас сам пришли, чтобы мне удобно было. Ребят, ну, я надеюсь, вам понравилось, это у нас такой экспириенс, первый опыт, но я думаю, что вот мне, например, было очень классно. Мне тоже очень эмоционально, кстати, я прям сейчас пойду опять гулять, понимаешь, до сети утра. Давай, давай, ты гуляй, а я пойду к своим, на частный канал сейчас. Хорошо, Сурен, я тебя обнимаю, огромное тебе спасибо за этот эфир, и за то, что мы с тобой так классно поболтали, может быть, на следующей неделе появится новая какая-то тайна, и мы с тобой тогда встретимся, и это все дело обсудим, обсосем, и что-нибудь найдем там интересненькое для наших дорогих подписчиков. Так что подписывайтесь на Сурену. А тебе спасибо за поддержку. Тебе спасибо за поддержку. Да, всегда, всегда, Сурен, ты знаешь, всегда, и Сурену огромное спасибо тоже за поддержку, и подписывайтесь на Сурену, сейчас все ссылочки я вам оставлю после эфира. Все, всем пока. Люблю, целую. Продолжение следует...